Уходящий 2024 год был для многих непростым, но запоминающимся. И в этом году ушли из жизни прекрасные, незабываемые и очень талантливые актрисы-кинематографы прошлых лет. Да уж, неумолимо редеют ряды старой актерской гвардии. Людмила Алфимова, солдатка Софья из «Свадьбы в Малиновке», известна, если не каждому, то уж доброй половине всех зрителей. Ведь картина проходила в прокате с небывалым успехом по всем кинозалам Союза и заняла почетное, пятое место в общем рейтинге самых кассовых советских фильмов. Комедию посмотрели 71 с небольшим миллионов зрителей, а многие фразы стали крылатыми и ушли в народ на десятилетия. Людмила Алфимова ушла из жизни в 2024 году 22 февраля. В юношеские годы она мечтала стать летчицей, что несколько нетипично для девушки. Тем более она мечтала управлять реактивным самолетом, но быстро сменила кабину пилота на театральную сцену. Людмила Алфимова, а девичья фамилия Кадыгро, родилась в 1935 году в Харькове. Сколько себя помнила, ее всегда манило небо, поэтому она усердно занималась в харьковском аэроклубе и управляла реактивным самолетом Як-18. Но девушек в то время не принимали в летное училище, поэтому она решила попробовать себя на актерской стезе и поступила в Харьковское театральное училище, а параллельно занималась в автомотошколе, и автомобили останутся ее страстным хобби на всю жизнь. По окончании театрального Людмила стала выходить на сцену Киевского театра юного зрителя. До съемок кинокомедии «Свадьба в Малиновке» она снялась в десятки картин, в том числе в комедии «За двумя зайцами». Но это были лишь эпизоды, хотя яркую актрису с колоритной внешностью нельзя было не запомнить. Да и, возможно, о ней никто бы так и не узнал, если бы ассистенты режиссера Андрея Тутышкина не заметили Людмилу и не пригласили попробоваться в одной из главных ролей «Свадьбы в Малиновке». Тем более, что и съемки проходили практически на родине актрисы. В Харьковской области в маленьком поселке Малиновка эта роль стала знаковой в карьере Людмилы Алфимовой. Сразу же после выхода ленты на экраны сам Георгий Товстоногов, главный режиссер Большого драматического театра в Северной столице, пригласил ее на работу к себе, сулил большие перспективы. И Людмила с радостью согласилась, но муж военный летчик в отставке, работавший инженером на авиазаводе Антонов, категорически отказался, потому как не видел для себя достойной работы в городе на Неве. Людмила, как верная мужняя жена не стала менять карьеру на семью, тем более, что подрастали две дочки Елена и Елизавета. Но зато после выхода на экраны «Свадьбы в Малиновке» Людмилу Алфимову заметили другие режиссеры и стали с завидной регулярностью предлагать ей роли. Она соглашалась, несмотря на то, что воспитание дочерей легло полностью на ее плечи. Муж часто бывал в командировках, которые длились порой полгода. Актриса сама и ремонт делала в квартире, и мебелью обставляла, воспитывала дочерей и лихо гоняла на зеленом запорожце. Итак, однажды, когда актрисе было уже 39 лет, она отправилась на очередные съемки и вроде бы ничего судьбоносного не предвещала. Это был фильм «Прощайте, фараоны». Снимали режиссеры Вячеслав Винник и Давид Черкасский, а на дворе тогда стоял 1974. Съемки проходили в Винницкой области в маленькой деревушке Петрашовка, где председателем местного колхоза был Иван Сергеевич Кальницкий. В тех краях он был личностью известным, даже легендарным. Он в 18 лет отправился на фронт, создал подпольную организацию и стал политруком партизанского отряда. Однажды молодого партизана от немцев спасла вдова. У бойца, обнаружился туберкулез, женщина выходила его, а он и не заметил, как влюбился. В знак благодарности даже женился на ней, усыновил двух ее детей и растил потом внуков. Но встреча с Людмилой Алфимовой перевернула всю его жизнь. Да, и ее тоже. Ее роль солдатки Софьи в свадьбе в Малиновке стала о части пророческой. По сюжету ленты ее героиня ждала 20 лет своего любимого. И ровно столько же она ждала Ивана Кальницкого. А началось все с невидного разговора июльским вечером под липами. Потом об их любви будут слагать легенды. Оба были несвободны и не могли просто так разорвать семейные узы. Совесть не позволяла. Жена Ивана Кальницкого была на 15 лет старше. Очень болела, не выходила из дома на момент, когда у него закрутился роман с Алфимовой. Поэтому Кальницкий не мог оставить супругу хотя бы в знак благодарности за то, что она когда-то спасла ему жизнь. И только когда мужа актрисы не стало в живых, а дочери вошли во взрослую жизнь, старшая пошла по стопам матери, стала актрисой. А младшая работает врачом в одной из клиник Америки. Людмила Алфимова смогла связать свою судьбу с Иваном Кальницким. Он подарил любимый дом управляющего князя Потоцкого, в котором они стали жить вместе. Но судьбой им было отмерено только 13 лет. Зато каких счастливых 13 лет. Даже когда второго мужа не стало в живых, актриса все время хранила нежную память о нем, вспоминая о той неземной любви и теплоте, о заботе и внимании, которые он ей дарил. Сама Людмила Алфимова не дожила до своей юбилейной даты, до 90-летия, ровно полгода. И совсем недавно, всего лишь два дня назад, на момент формирования этого видео, ушла из жизни легенда театра комедии Вера Карпова. Многие ее называют звездой сериала «Улица разбитых фонарей», но, по нашему мнению, ее знаковая роль совсем другая. Она снялась в киноленте «Улица полна неожиданностей». Там она исполнила одну из ключевых ролей. Картину снимал режиссер Сергей Сиделев, а съемочную площадку с молодой актрисой разделили тогда такие же молодые – Леонид Харитонов, Джемма Осмоловская, Всеволод Ларионов, Евгений Леонов и другие. А на дворе тогда стоял 1958 год. Картина прошла с большим успехом по всем кинозалам страны. И роль Лизы стала для Веры Карповой знаковой в кинокарьере. Правда, после нее она снимется еще только в семи советских фильмах. И на экранах зрители увидят ее уже в новую эпоху. А тогда вышли картины с участием Веры Карповой «Неподдающиеся», «Шофер по неволе», «Осторожная бабушка», «Люди голубых рек», «Пестрые рассказы», «Весенние хлопоты» и «Двадцать дней после войны». Получила название и заслуженной, и народной артистки. И всю жизнь посвятила театру комедии, где исполняла намного больше ролей, чем в кино. А любовь к искусству у нее зародилась еще с малых лет, когда в страшное, после блокадное время она стала посещать драмкружок в родном Ленинграде. В тот же кружок, к слову говоря, ходили и Сергей Юрский, и Татьяна Доронина. Удивительно, но факт. Дружбу они пронесли как драгоценный дар через всю жизнь и стали настоящим редким примером того, что в искусстве артисты тоже могут дружить. Кроме того, Вера Карпова отличалась невероятной любовью к своему родному городу на Неве. Она говорила, что всем сердцем обожает свой город, и все, что она делает, делает для него и ради него. Родилась Вера Карпова в Ленинграде в 1933 году в семье Полярника и школьной учительницы. На свет будущая актриса появилась не в роддоме, как все, а во дворце графов Шереметьевых на Фонтанке. Мама вдруг неожиданно раньше срока стала рожать, пока отец семейства был в бане. Но во дворце мама оказалась не случайна. Дело в том, что в то время во дворце располагался Арктический институт, выделивший Карповым комнату на третьем этаже под жильем. Чуть позже семья пополнилась еще двумя детьми, младшей сестрой и братом Веры. Во время войны будущая актриса вместе с ними проживала у бабушки в Тверской области. А вот мама не покидала блокадный Ленинград, она оставалась комендантом во дворце графов Шереметьевых. Но во время войны умерла бабушка. Дети остались одни, отец, воевавший в тех краях, чудом узнал об этом и добился возвращения своих детей обратно в город на Неве. Тогда как раз прорвали блокаду. Все юношеские годы Веры Карповой прошли на Фонтанке, а также на Невском проспекте в Доме пионеров, где она, как заядлая активистка, посещала сразу пять кружков. И в год, когда она должна была получить аттестат зрелости, в северную столицу как раз приехала отборочная комиссия школы-студии МХАТ. Вера, конечно же, рискнула, но ей не повезло. И тогда, после школы, она поступила в юридический институт и стала грызть гранит науки, касающийся юриспруденции, как ее киногероиня Лиза из кинофильма «Улица полна неожиданностей». Но, хорошо подготовившись, уже через год ей удалось поступить сразу в три театральных вуза. Для этой цели Вера отправилась в Москву и уже скоро стала студенткой Щукинского театрального училища. Ее наставницей была великий педагог Вера Пыжова, а ее курс, на котором были Нина Дорошина, Лев Борисов, Инна Ульянова и Александр Ширвиндт, поистине стал звездным, легендарным. Артисты между собой были невероятно дружны. И сразу же по окончании театрального Веру Карпову и Инну Ульянову позвал к себе в труппу в театр комедии режиссер Николай Акимов. Именно ему Вера Карпова многим обязана. Он не обделял молодую актрису ведущими ролями, хотя работать с ним было очень непросто. Акимов творческая личность и очень непредсказуемый. Порой дважды два у него было вовсе не четыре, а шесть, а то и семь. А в трудное девяностые Вера Карпова параллельно работала на радио, была ведущей одной из радиопередач, и это, откровенно говоря, ее очень спасало. А вот о личной жизни актрисы почти ничего не известно. Вера Карпова принадлежит к редкому числу тех актрис, которые никогда не были замужем и не имели детей. Ее любимый театр, под мостком которому она оставалась верна всю жизнь, стал для нее не просто вторым домом, а чем-то большим, самым дорогим жизнью. Напомним, что Вера Карпова ушла из жизни в 2024 году 27 ноября. 11 июля 2024 года ушла из жизни еще одна прекрасная актриса – Любовь Стриженова. Она почти полвека отдала МХАТу, снималась в кино, была дважды замужем, а потом, неожиданно для родных и коллег, решила переселиться в монастырь, принять постриг и стать монахиней. Родилась Любовь Лифенцева в Москве в 1940 году всего за несколько месяцев до начала войны. Поэтому детство да и юность ее, которая пришлась уже на послевоенное голодное время, сложно назвать счастливыми. Отец будущей актрисы был военным, а значит, очень строгим. Но когда Люба после школы объявила родителям, что хочет стать актрисой, они не возражали даже наоборот, поддержали. Семья тогда жила в Киеве по долгу службы главы семейства, поэтому девушка подала документы там же, в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карова. И уже на первом курсе Любу пригласили дебютировать в кинематографе. Но руководство института строго-настрого запрещало своим студентам сниматься в кино во время учебы. Но отец Любы смог добиться у педагогов, чтобы те не отчисляли его дочь. И таким образом Любовь Лифенцева смогла получить свою первую роль. «Улица молодости» – именно так назывался фильм, в котором она впервые снялась. Это молодежная киноповесть, и хоть она снята на черно-белой кинопленке, но зато очень ярко и даже в красках показывает жизнь и устои молодежи 50-х. Снимал режиссер Феликс Миранер, а на дворе тогда стоял 1958 год. Съемочную площадку с любовью разделили Лев Борисов, Инга Буткевич, Николай Ключнев и Владимир Земляникин. С последним у Любови закрутился роман, да такой головокружительный, что уже вскоре они поженились. Свадьба состоялась в Киеве, потому как в Украине на то время были разрешены браки с 17 лет, а в Москве влюбленным пришлось бы ждать 19-летие Любы. Да и родители не отпустили бы единственную дочь без свадьбы. Правда, Киевский институт ей пришлось оставить. Владимир Земляникин был на 7 лет старше и уже успел стать настоящей звездой после выхода на экраны киноленты «Дом, в котором я живу». От поклонниц у него не было отбоя, но женился он на Любе. Привез ее в Москву и на тот момент мамы Владимира уже не было в живых. Отец повторно женился, а мачеху вовсе не обрадовал приход невестки, пасынка в дом. Она сразу же поставила жесткие правила, за рамки которых не разрешалась переступать. Например, Любовь Лифенцева была очень хлебосольной, веселой. Она сразу же заимела кучу подруг в школе-студии МХАТ, куда поступила после Киевского театрального института с первого раза. Но подруг она не имела права приглашать в гости, даже в свой день рождения. Мачеха постоянно придиралась к ней, Люба терпела, а Владимир не считал нужным заступаться за жену. Он много тогда работал в «Современнике» и много снимался в кино. Потом у пары родилась дочь Маша. Но когда малышке было всего несколько месяцев, Любовь отправила ее в Киев к бабушке, потому как сама она не имела возможности заниматься ее воспитанием. Ей нужно было заканчивать учебу, а мачеха помогать не собиралась. Так и шли годы, пока однажды в жизни Любови не встретился другой – Олег Стриженов. Она знала о том, что Стриженов ловелась, но все-таки ушла к нему от Владимира Земляникина. Мужу она честно призналась, что полюбила другого. А Земляникин ранее и сам стал догадываться, что у жены кто-то появился. Но делал вид, будто ничего не происходит. Развод дался ему очень тяжело. Он не хотел отпускать любовь, а она спустя годы потом признается, что в то время совершила грандиозную ошибку. Она чувствовала себя стесненной рядом с Владимиром, а ей хотелось свободы, хотелось, чтобы ее дом был открыт для множества дорогих в сердце людей. Но, выйдя замуж за Олега Стриженова и родив сына Александра, она поняла, что совершила снова ошибку. В быту Стриженов оказался очень жестким, принципиальным, требовавшим к себе огромного внимания и полной самоотдачи. Любовь осознала, что супруг ее подавляет не только морально, но и профессионально. Актер не хотел, чтобы жена снималась. Он считал, что в семье должен быть только один артист. Сразу намекнул об этом всем режиссерам, и карьера Любови Стриженовой покатилась вниз. Через шесть лет супруги развелись. И почти все эти шесть лет она закрывала глаза на интрижке мужа. Потом замуж, она больше так и не вышла. Актриса посвятила себя работе, служила во Мхате, очень переживала, когда театр претерпевал раскол. Она оказалась в труппе Татьяны Дорониной и активно продолжала сниматься в кино. Тогда на экраны вышли такие фильмы «Случай и следственные практики», где она исполнила следователя, и это, пожалуй, самая знаковая роль в кинокарьере актрисы. Затем были «Вечный зов», «Чужая», «Поворот», «От зимы до зимы» и другие. Долгое время работала на радио и вела передачу взрослым и детям. А потом, в 2008 году, Любовь Стриженова приняла неожиданное для всех решение – решила уйти в монастырь. Но неожиданным оно было, пожалуй, для других, только не для нее самой. За несколько лет до этого актриса стала задумываться о Боге и серьезно, постепенно подошла к Вере. Сын Алексей недоумевал и все пытался разгадать, почему так поступила его мама. В театре коллеги тоже просили остаться, но Любовь Стриженова была непреклонна. 16 лет она провела в монастыре в Чувашии, где ее навещали родные и близкие сердцу люди. На фотографии мы как раз видим тот момент, когда правнуки актрисы приехали в монастырь, чтобы поздравить ее с днем рождения. Это был последний день рождения. Напомним, что Любовь Стриженова ушла из жизни. 11 июля 2024 года ей было 83 года. А я, как всегда, благодарю всех, кто слушал, всех своих подписчиков и желаю всем всего самого-самого наилучшего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok